Всем привет! Прошедшая неделя была наполнена не только атмосферой любви и тепла, но и множеством новостей из мира кино. Мы внимательно следили за всеми событиями и в этом выпуске собрали самые яркие из них. Сегодня мы расскажем о популярности индийского кино, паре новых эпических трейлеров, сложностях у Квентина Тарантино, неприятных сдвигах в прокате, экранизации популярной японской литературы и темнокожем Ахиллесе. Подоспел первый полноценный трейлер ожидаемого многими мультфильма «Суперсемейка 2». После событий первой части героическая ячейка общества пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Обаятельная миссис «Исключительная» гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем ее муж. Поэтому мистер «Исключительный» вынужден взять на себя домашние хлопоты и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию «Суперсемейки» угрожает новый могущественный враг. В российские кинотеатры сиквел «Суперсемейки» попадет 14 июня. Студия Sony не уверена в запуске нового фильма Квентина Тарантино с участием Леонардо Ди Каприо. Во-первых, картина обещает быть очень дорогой. Ее бюджет уже достиг 100 миллионов долларов. Во-вторых, одним из ведущих персонажей фильма значится Роман Полански. Но режиссер до сих пор не понес наказание за изнасилование в 1977 году. В-третьих, студия очень недовольна шумихой, возникшей вокруг режиссера после интервью Умы Турмана. У очередной картины пока нет названия. Ранее считалось, что это будет лента о Чарльзе Мэнсоне, чьи последователи зверски убили беременную супругу Романа Полански. Но на самом деле в центре сюжета окажется когда-то популярный телевизионный актер, который решает попытать счастье, снимаясь в спагетти-вестернах в Италии. Убийство, организованное Мэнсоном, подрывает его планы. Релиз проекта намечен на 9 августа 2019 года. И, надеемся, Sony не пойдет на поводу у прессы, позволяя художнику оставаться художником. Появился второй трейлер фантастического боевика «Рэмпэйдж», основанного на популярной аркаде 80-х. Приматолог Дэвис Акои, роль которого исполняет Дуэй Джонсон, предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом-гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Однако, вышедший из-под контроля генетический эксперимент, превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. И пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадется у них на пути, Акои, вместе с опальным генным инженером, пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя, не только чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом. Российская премьера «Рэмпэйдж» намечена на 19 апреля. Прошлым летом Skydance Media и Кадакава Корпорейшн приобрели права на экранизацию серии японских «Ранабэ» «Мастера меча онлайн». Теперь проект обзавелся домом, попав под крыло потокового сервиса Netflix. Литературный первоисточник послужил основой для одноименной манги, двух аниме-адаптаций и видеоигры. Это история о молодом бета-тестере Кирито и его друзьях, которые, согласившись принять участие в тестировании онлайн-игры нового поколения, вместе с тысячами других игроков оказались пленниками виртуального мира «Меча и магия». Съемки запланированы на начало следующего года. В субботу 17 февраля состоялась премьера совместного крупнобюджетного проекта Netflix и BBC One «Падение Трои». Восьмисерийная историческая эпопея является пересказом классического сюжета о гибели осажденной ахейцами Великой Трои. История, рассказываемая от лица царского семейства, поведает о великой любви, мести и интригах на фоне легендарной войны. Ахиллес слегка загорел под безжалостным троянским солнцем. Его сыграет Дэвид Гасси. Благодаря участию BBC One в качестве картины можно не сомневаться. Студия Fox приняла решение перенести премьеру экранизации манги «Алита. Боевой ангел» с 20 июля на 21 декабря. Неизвестно, чем продиктовано это решение, но некоторые эксперты полагают, что студия не уверена в проекте и таким образом планирует слить прокат картины. Также изменилась дата релиза фильма «Хищник». Ранее перезапуск популярной франшизы о космических охотниках должен был выйти 3 августа, но теперь картину придется немного подождать. Лента увидит свет 14 сентября. Чтобы совсем не расстраивать зрителей грустными новостями, студия Fox объявила, когда выйдет «Смерть на Ниле» — новая экранизация классического детектива Агаты Кристи. Эркюль Пуаро планирует вновь появиться на киноэкране 8 ноября 2019 года. Индийский блокбастер под названием «Секретная суперзвезда», главную роль в котором исполнил один из самых прибыльных актеров индийского кино Аамир Кхан, стартовал в Китае лучше, чем многострадальный восьмой эпизод «Звездных войн». По информации издания Deadline, его сборы в китайском прокате уже превысили 100 миллионов долларов. Картина может повторить рекордный для индийских кинопроектов результат, который продемонстрировала другая картина с участием Кхана — Дангау, собравшая в свое время на китайском рынке 193 миллиона долларов. Напомним, что фильм «Звездные войны 8. Последние джедаи» сумел собрать в Китае чуть более 40 миллионов долларов и был очень быстро снят с проката в связи с невостребованностью у местных зрителей. На этом пока все. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Следующий обзор новостей уже через неделю, и кто знает, что произойдет за это время. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...